ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... ...поточек в далеко штрафной площади, чтобы помогать оборонцам ликвидировать существующую погрозу. Однако,ットравпев под каток, это не надо адамовь, что все бы ничего, а поскольку с этой сутки неиспа оборонцам столичной дружины Догал не мог якобыalam выполнять обвязки оборонцов Ворот. Еще не который час он пробовал геройствовать, однако замена ему потребовалась. Таким чином угольный вошел напарник Игора Егор Хаткевич. Додать вам, что в связи с травмой так само покинул поле Мурат Хото. До 25-й минуты Валерий Стрепейки сделал две замены и был избавлен простору для тактических маневров по ходу встречи. Переживший стартовый шок, на 33-й минуты футболисты Нафтана выкрутили файную многоходовку, которую пригодил удар Артема Тяплова. Наступную атаку начала Дамович и он уже ее закончил. Ненадобро позмагался за мяч в центре поля, отдал его чего-то в дожа, а после продемонстрировал свои наилепшие якости, худкости, выбор позиции. Агата Ненад отгукнулся на передачу Игоря Стасевича в штрафной площадке, а после проткнул Хаткевича. На перепынок команды заходили с ликом 1-0 на коры с Динамом. Можно сказать, господары вытеснули максимум смягчимости, какие у них были в первом тайме. В самом начале другого тайма Ненад забил другой мяч, допомогали ему в этом внимание, не ключи чего-то, даже, которые отпрессовали на флангу. И что мы имеем в результате? Адам Ирш вывез со строя Довгял, и он забил два мяча, мог изусим оформить хитрик. Но про это и позднее. Новополчанам ничего не оставалось, как и стена перед. Нужно им отдать належное, потому что напружение для ворот Динамо росло. Правда, в этом моменте засмутить Александра Гутера могу, ласный оборонцем Мару Бангура. На шассе серый леонцев Гутер вытягнул мяч с девятки. Обслуговал этот поединок, который встречал между Днепром и Батеу в минулом туре Михаил Лавский, который и тем поединку снова до арбитра и испытания по части правомерности призначения пенальти. Как бы там ни было, шанс вырятаться в этом поединке для Нафтана заработал Вадим Демидович. А Руслан Гончак был докладным в выполнении удара. 2-1, интрига отродилась. Интересная реакция арбитра и на наступный важный эпизод матча. За фолл опошенной надеи Лавский в Знагородье Хаткевича только с желтой карткой. Выращившим он таким чином, пошкодовавшим от покутного команды Валера Стрепейкиса, докладно неведомо. Однако нам бачится, что брамник Нафтана заслуговал больше строгого покарания, чем вынес судья на поле. За последние пять дней в минутах Динамоцы успели створить такую колькость моментов, который в другом матче хотел бы для победы, однако подвела реализация. На сухих экранах вы можете видеть промах Адамовича. Игорь Стасевич, в трех позднее проникающей передаче, выявил Егена Никитина 1-1 с Хаткевичем, однако молодой форвард не с долей обыграть брамника Нафтана. И на последний Чугозев тоже тратил свой шанец. Это Стасевич отправил Чугозев в атаку. Болгарин пробег по полю, а пробить уствор так и не успел. 2-1, еще одна тяжкая перемога Динамо. После кончения матча Владимир Журавель был вговор с Михаилом Лауским. Как видим, хлопцы поразмовляли слегка на подвышенных тонах. На последней матчевой пресс-конференции наставник белоблакитных подлумачил природу незадовольности. То количество моментов, которое было, и что надо лезть, это вопросы к нам, к себе. Ну и, естественно, интригу добавил судья. То есть, как они оценируют моменты до этого момента провокации. Желтая карточка. В следующем моменте, кидать. Удаление на вратарей. Это мое личное мнение, 100%. А так, получается, концовка, которая, по крайней мере, не доставила удовольствия. Еще одну интересную пару между 11-го тура склали Гомель и Торпеда Белас. Две амбицийные команды передовывают стартовые перешкоды. И на данный момент гомельчане уже могут похвалиться тем фактом, что еще не проигрывали при новом тренере Владимиру Гольмаку. Хотя сгуляли четыре матча после отставки Алексея Меркулова. А журненцы у попереднего тура сдобыли скальп белоблакитных. Однако, смесь к этой встрече в большей ступени расчаровал, чем порадовал. У им сместились неоднозначный момент с падением Павла Ситкова в штрафную площадку соперников, так самая его травма. Утым, что Ситко не смог протягнуть всю встречу прострицей с хвилин после старта гасвистка, виноватый Артур Левицкий. Ситко после сутокнения с Левицким не смог самостоянно подняться, а после его понесли с поля на носилках. Что до удара в поворотах, то самая небеспечность их у этого матча отбылся на 89-й хвилине. Сергей Козека мог своим стрелом вырешить заход в поединку, как и он зарабил это по переднему туру, однако мяч пролетел по большей стойкой. 0-0. Гомель и Торпеда расписали очки. Игра, наверное, не столько зрелищная, сколько была напряженная. И Гомель и мы понимали цену победы и цену поражения в этой игре, поэтому она, наверное, такая получилась без обилия голевых моментов. Погода внесла свои коррективы, вот, где-то, наверное, скорости не такие были. И, ну, как бы рад, что ребята терпели, ребята играли то, что они могли, они сегодня сделали. Тяжелый, хороший соперник. Даже и предыдущий мы вроде выиграли в большинстве, но видно было, что команда хорошая играла за тренеров по Каминску. Торпеда тоже серьезный клуб. Не зря они, как бы, флагманов обыгрывают. Ну и мало ударов сегодня было. В чем причина, например? Ну, мы настраивали удары, все, но, видите, мало было возможности бить. А бить из 30 просто тренироваться вратаря – это тоже неправильно. Деньших вынеков 19-го тура футбольный клуб «Минск» после отставки Андрея Скоробогатчка домовся в плененной перемоге над Большиной. На 22-й хвилине матча Александр Макас трапил цель со стандарта. Позднее Марка Мирыш близкану индивидуальными деньями перед теми экзгулял финальный аккорд. Нарештый Сергей Пушняков ударом с линии штрафной довел лик до Буйнова. Далее у нас идут три ничейных выники. По выпадку Слудска и Днепра говорка про выниковую ничию. Нападающий случай Микола Зянько, дякую чепасу Андрея Яковлева, открыл лику поединку. Одинку шашу шалю уравноважил Александр Куган. Такий шанс у оборонцы не прозвелся у вынику недобросумленных денег оборонцы Слудска. Футболисты Шахтера побивали каркас воротов Брестского Динамо, но своего так и не домоглися. Таким чином в прошлый раз подопечный Сергея Боровского святковали поспех 15 травня по часу встречи с Минском. И когда их отримается перепынить чергу неудачу в наступном туре, это будет подобно до отсюда, бо Горняков ждет выезд у Борисов. Неман погодился на ничию с БАТ, а это значит, что Александр Ремакойшев все еще не может одолеть команду Сергея Солодовникова. В заходе поединку, где его коллектив обычно доминировал, Александр Владимирович с долей разглядеть позитив. Очков уже взял, поэтому... Уже хорошо. Уже хорошо. Есть к чему стремиться. Я вам подскажу. У нас очень плохая статистика играть в Борисове. Поэтому мы изначально строили игру вот таким вот образом. С такой атакующей мощью, какая есть у БАТ, сыграть на ноль сзади в Борисове, это на самом деле дорогое. А на своем экране вы еще раз бачите выники 11-х от тура, а так само размещение команды, турниры, таблицы, чемпионаты. Восей завершился первый колодчемпионат Украины. Наставник Минского Динамо пирожил травень, БАТ лидирует, и еще в чемпионате команда, которая зарабила сюрприз. Энши промежковые выники чемпионата мы выросли по 200 разом с тренером молодевой сборной Беларуси Игорем Ковалевичем. Брестцы рассчитывают на брестских воспитанников, они подпускают ребят 95-94 года в основном в состав. Вернулся лучший игрок белорусского чемпионата Рома Василюк. С Гродно сыграли в ничью, обыграли дома Динамо. Сейчас с фаворитом, с шахтером дома сыграли в ничью. Они идут своим путем, я думаю, правильно. Вы смотрите, как Брестская школа работает. Володьков, Лехнович, Сигневич, Мазалевский. Был кого-то забыть, там многие люди, Хвощинский, Динамо, они воспитывают людей брестских ребятами для других клубов. Ну пора уже для своего клуба, там независимо есть деньги или нет. Тяжело мне судить, почему плывет Брошина. Мне видится большой проблемой в команде Александра Сиднева – это вратарская позиция. Вратарь – это на самом деле полкоманда. Когда он придает уверенность, уверенность передается защитникам и так далее, и пошло по цепочке. Саше Сидневу не дается найти золотую средину. Вроде бы начал Ковалевский, потом дисквалификация, Щербаков. То есть в этом я вижу основную проблему Брошина. Блестящий удар был бы, Костяк. Ну так он летел полчаса этот мяч, можно было его проиграть 10 раз. Хороший, конечно, удар, но расстояние было очень приличное. Думаю, что вратарь чемпионата Белоруссии должен такие мячи парировать. Там не было 20 мл, там может быть метров 30 было. Ну мне так видится, я могу ошибаться. В Днепре всегда были мужики, и они, невзирая на любые обстоятельства, как и, скажем, нафтан, они всегда боролись до конца при любых обстоятельствах. Ну есть там, в общем-то, футболисты, на которых можно опереться. Опять же, Днепр силен коллективом. Он удивил, прежде всего, вот даже игры, которые он проигрывал, вот, Крут проигрывал 1-0. То есть у него очень строгая команда. Она украшает наш чемпионат, у него своеобразный подход. Я не хочу никого обидеть, но там год-два назад там еще было. Можно было предположить, что вот возьмешь свои очки. То есть сейчас любой соперник, будь то Батте, Динамо, там, любой настраивается на каждую команду, что везде можно потерять очки. И нет явных аутсайдеров, поэтому очень интересный чемпионат. Тоже, когда работал на стане, у меня в 2012 году 14 игр дисквалифицировали. Это ему эмоции. Ну, он не сопляжуй, защищает свою команду, он высказывает то, что он думает. В общем, такие люди нужны в футболе. Мы же не можем все время говорить по протоколу, как надо. Ну, эмоции он никому не хочет, там, зла. Он выражает свои мысли, свои эмоции. Я думаю, Гробно поборется не только за шестерку, мне кажется, он может побороться и за место повыше. Тоже немножко есть и фактор какого-то невезения. Матчи, которые я смотрел, Минску как-то фатально не везло. Играю вот с Вафтаном. Нелепый гол на 85-й минуте. Даже при ничейной игре, может, Пушма ошибку сделал. Потом с Гомелем две такие нелепые просто ошибки. Не сказать, что там Гомель переигрывал, создавал какие-то комбинации. Люди сами себе привозили голы. Ну, что ты сделаешь? У тренера все зависит от результата. Так получается, что нет результата, тренер уходит. Гомель, ну, к тому, не проиграл ни одной игры еще, да? Две ничьи, две победы. Пока с приходом нового тренера понятно, что какие-то произошли перестройки, и футболисты хотят доказать что-то. Начало второго круга покажет, насколько Гомель серьезно замахнулся. А так с приходом Гомель наша команда встряхнулась. Я думаю, пока чисто эмоционально. Мне в прошлом году Гомель очень нравился линии атаки. Мне виделось, что там не все было налажено в обороне. А так это играющая команда. Если Гомелю удастся наладить игру в обороне, то это очень серьезный сопер. Жодина может побороться за медаль. Оно, может быть, немножко неудачно начало, но потом набрало ход, обыграл Динамо Минс, поэтому Гомель тоже серьезная команда на выезде. Если стратегически взять очко у Гомеля, я думаю, что это положительный результат. Как бы кризиса не вижу, наоборот, Кривушенко набрал ход. И смотрите, дистанция между третьим местом и 3-4 очка – это одна-две игры. Во втором круге будет очень напряженная борьба, и здесь предсказать что-то очень сложно. Но думаю, что Жодина будет бороться за медаль. Актер выиграл кубок, он давно трофеев не выигрывал, был в призерах, но есть только два трофея – это чемпионство и кубок. Что касается, как они будут идти по дистанции, к Боровскому надо время. Первый круг, может, тоже, когда-то произошла обкатка какие-то, может, не всегда его понимали, поэтому чемпионат покажет, если тяжело судить. Секрет успеха команды заключается, во-первых, в харизме тренера. Валера Стрепейкиса он закончил. Очень серьезный по-белорусски меркам игрок. Ему удалось создать коллектив, создать команду единомышленников, как в тренерском штабе, так и внутри команды, среди ребят. Стрепейкис не обладает длинной скамейкой. Если первый круг удалось Нафтану отыграть практически, скажем так, одним составом, считаемыми заменами, если он не усилится Нафтан, хорошо будет, если он удержится в шестерке. В матче с Динамо Минском вынуждены были две замены в первом тайме по травмам Давдя Лайхотов, пропускал игру Сучков из-за желтых карточек. Поэтому в этом я вижу некоторые сложности. Но я думаю, Нафтан с ними справится. Конечно, хотелось бы, чтобы иметь такое предприятие. Я знаю, что и такие большие деньги получают футболисты Нафтана. Не сравнить ни с Шахтером, ни с Гомелем, ни с другими командами. Не хочу здесь какие-то кухни других клубов. Думаю, что все-таки ситуация должна поправиться. Идя на третьем месте, как-то если всем мобилизоваться, городу, заводу, то можно как-то этот вопрос решить. Для того, чтобы какое-то создать впечатление Динамо, нужно, чтобы прошло время. Володя Журавель, наверное, ищет наиболее приемлемые сочетания. Поэтому это где-то и сказывается на результате. Я думаю, что если все в Динамо стабилизируется, он будет играть, она будет играть чуть сильнее. В игре с Баттеев все-таки на первое место вышел результат. Чисто стратегически. Когда они наиграют состав, когда уже будет твердый, скажем так, костяк, и они немножко изменят рисунок игры и будут играть более атакующий футбол. Чемпионство разыграют Батте и Динамо Минск. Уже несколько лет Батте тяжело запрягает, но потом набирает ход. Я думаю, он по праву находится на первом месте, футбольный клуб Батте. Ушли лидеры, они пригласили игроков, за которыми следили. Вот Корницкого, Сигнеевича с перспективы. Вернули Мишу Горничука, который, вот, травма, который хорошо выглядит. Анри Хагуша пригласили, поэтому здесь все идет, как они планировали. Плотности результатов давно не было. Поэтому во втором круге будет очень серьезная интрига. Я думаю, все 12 команд претендует на шестерку. Все-таки Кривцу отдал бы предпочтение. Он проявил себя как бомбардир и как диспетчер. Я бы еще выделил, конечно, в настане Довгяу. Большой успех в команде «Стрепейкис» – это вратарская позиция. Белорусский футбол, как и он есть. Отрыв в Минских и Динамо от чемпиона снова сократился. Поставь вероцю в заявление Германа Малинша в поединку помеж Батыша актерам, увы, нема. А отлеглость судьбы перемоги помеж третьей и восьмой командами лиги на передании в Рашанах и для многих команд этапа с поборництва не обещаем легкого життя. Глядите выпуски вида 650 от айши футболу и вы будете в курсе усяго, что точится гуля номер один у Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова